Привет, друзья! Ангелина Вовк, советская и российская теле- и радиоведущая, Диктор. Её любили дети, каждый вечер с нетерпением ждали от неё сказку на ночь. Её любили женщины, которые старались скопировать её прическу, платье, макияж. Её боготворили мужчины, которым она оказалась воплощением настоящей леди. Она и сейчас остаётся быть яркой и красивой, талантливой и энергичной, полной оптимизма и желания жить. Она могла пойти в стюардесса или стать переводчиком, но связала свою жизнь с телевидением и ни разу не пожалела об этом выборе. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Ангелина Вовк, какой недвижимостью она владеет и какую пенсию получает. Ангелина Михайловна Вовк родилась во время Великой Отечественной войны, 16 сентября 1942 года. Её родной город Тулун, Иркутской области. Отец был военным лётчиком, он разбился на самолёте осенью 1944-го. Мать после этого переехала с семьёй в Москву, где устроилась работать бухгалтером в аэропорт Внуково. Ангелина мечтала быть стюардессой. Против этого была её мать и настояла, чтобы дочь нашла себе более безопасную профессию. Ангелина поступила в ГИТИС. Во время учёбы подрабатывала манекенщицей. Студентка мечтала исключительно о театральной карьере, но первую главную роль сыграла в кинокартине «Прощай». Впрочем, она же оказалась и последней. До этого был эпизод в ленте «Живёт такой парень», а много позже Ангелина Михайловна участвовала в съёмках новогодних старых песен о главном. Вот и вся её фильмография. С театром тоже не сложилось. Тогда Ангелина Михайловна решила попробовать себя в режиссуре. Начав учёбу, поняла – это профессии не по плечу. И тут подвернулось объявление о наборе дикторов на телевидении. Правда, в новостях жизнерадостная дикторша не могла долго сохранять серьёзность. Поэтому перешла в ведущие. На её счету передачи «Будильник», некоторые выпуски «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши». Позднее Вовка шагнула и во взрослые передачи. «Утренняя почта» с Юрием Николаевым, «Голубой огонёк» и фестиваль «Песня года» совместно с Евгением Меньшовым превратили ведущую в одну из самых узнаваемых и популярных медиаперсон российского телевидения. За многолетнее участие в музыкальном фестивале её имя было внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Популярность Вовк была настолько велика среди соотечественниц, что поклонницы телеведущей просили в парикмахерских сделать такую же прическу, как у Ангелина Михайловны. В 2009-м на телеканале «Россия» вела программу «Доброе утро, Россия». Позднее Вовк вела программу на Первом канале. «Доброго здоровица» с Геннадием Малаховым, в наше время с Татьяной Веденеевой и Юрием Николаевым, ток-шоу «Дело ваше» с Людмилой Хитяевой и Зинаидой Кириенко. Ведущая была замужем дважды, но отношения с обоими супругами не сложились. Первым возлюбленным звезды стал диктор Геннадий Чертов. Будучи привлекательным и достаточно известным, мужчина пользовался успехом у противоположного пола, а потом легко поддавался соблазнам и крутил романы на стороне. В какой-то момент Ангелине Михайловне открылась страшная правда – у мужа росли дети от другой женщины. Для Вовка это оказалось ударом по больному. Сама она не могла иметь наследников из-за осложнений после внематочной беременности. Однажды во время съемок «Голубого огонька» диктору резко стало дурно, ее срочно отвезли в клинику. Состояние было настолько критическим, что врачи попросили ведущую дать расписку о том, что если она умрет, сотрудницы больницы не понесут за это ответственность. «За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов». Делилась телезвезда в интервью. В госпитале Вовк началась пневмония. Затем при переливании крови ей занесли инфекцию. Только когда коллега Валентина Леонтьева перевела подругу в другую клинику, самочувствие Ангелины Михайловны улучшилось. «В общей сложности я провела в больницах полгода. Это было чудовищное испытание, которого не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть, я мучилась очень серьезно, и вдруг стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача». Откровенничала диктор. И хотя Вовк идеализировала мужа и называла его прекрасным человеком, факт остается фактом. Вместо того, чтобы оберегать супругу после тяжелых испытаний, Геннадий ей изменял. Простить такое Ангелина Михайловна не смогла, а потому ушла от чертова и закрутила роман с чешским художником Индржихом Гетцем. Он красиво ухаживал и добивался согласия на брак, но вот уговорить жену переехать в Прагу так и не смог. Ангелина Михайловна понимала, что в Чехословакии останется без работы, так что все 13 лет супружества виделись они всего по несколько раз в год. Индржиха не стала в 2016, а его бывшая супруга узнала об этом лишь через год и очень сожалела, что не смогла проститься. Неудивительно, что и в почтенном возрасте у советского секс-символа остались ухажёры. Так, Ангелину Михайловну стали замечать в обществе историка музыки Михаила Куницына, который младше теледивы на четверть века. Слухи о романе оказались небеспоченными, Михаил сделал диктору предложение. Ведущая уклончиво комментировала СМИ, что пока размышляет насчёт свадьбы. Однако в 2021 году Вовка провергла слухи о свадьбе. В интервью она объяснила, что все имеющиеся в СМИ слухи о бракосочетании – просто шутка. Мужское внимание к теледиве никого не удивляет, она выглядит гораздо моложе своих лет, не ленится заниматься спортом и регулярно посещает косметологов. Ей ничего не стоит обняться с очередным ухажёром и чмокнуть его на виду у всех, чтобы возникла очередная новость о романе, а позже – опровергнуть домыслы. Известно, что у Ангелины Вовк имеются во владении своя квартира в столице Российской Федерации. В прошлом моменты из интерьера известной советской радиоведущей даже мелькали в съёмках нескольких телепередач. Но сейчас мало что известно об этой недвижимости. Всё своё свободное время артистка любит проводить в дачном доме. В городе Московской области у именитой российской телеведущей есть земельный участок. Он расположен в 15 километрах от столицы. Место называется Лобня. Территория популярна природными видами. Здесь располагаются большое чистое озеро и просторный лес. По данным знаменитой базы объявлений об аренде и продаже недвижимости в Москве, коттеджи в Лобне стоят от 3 до 30 миллионов рублей, в зависимости от квадратных метров и прилегающей инфраструктуры. Ангелина Вовк занялась строительством загородного особняка самостоятельно. Вначале на месте будущего дома имелась пристройка, но после было возведено специальное помещение с натуральным камином, удобной кухней, ванной комнатой и туалетом. В итоге получился небольшой деревянный дом для отдыха и спокойного досуга. Звезда рассказывает, что её пенсия не слишком отличается от той, которую получают другие люди, хотя она и имеет надбавку за звание заслуженной артистки и бесплатные путёвки, которые часто её не устраивают. Ангелина Вовк пожаловалась, что ей не хватает пенсии. Артистка получает 47 тысяч рублей. Однако отмечает, что жить и путешествовать, как ей хочется, на эти деньги невозможно. «Я получаю пенсию такую, как все советские люди. 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки России. Но пенсии на всё не хватает. Конечно, обидно, ездить куда-то не могу». Признаётся она. Она, однако, отмечает, что не сдаётся и работает, а потому может позволить себе путешествовать. Ангелина признаётся, что имеет и небольшую заначку, но не такую, как хотелось бы. По её словам, когда она могла заработать, она не думала о старости. «Заначка у меня, к сожалению, в рублях, а не в долларах. Мама мне говорила, думай о старости, у тебя же нет наследников. А я всегда легко к деньгам относилась», – рассказывает ведущая. Помимо работы на телевидении, Вовк много времени уделяет благотворительности, общественной работе, преподаванию. Сейчас под руководством Ангелины Михайловны ежегодно во Всероссийском детском центре «Орлёнок» на Черноморском побережье проходит детский международный фестиваль «Песенка года». Друзья, давайте пожелаем Ангелине Михайловне пусть каждый день будет счастливым и прекрасным, с аплодисментами, подарками, цветами и самыми добрыми пожеланиями. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!